Здравствуйте дорогие друзья! И вот наконец у меня дошли руки сделать обзор на робота Хадес по другому, по нашему Аид Бой у нас на корабле Бой этот примечательный и интересный Немножко будет обзор у меня перемежевываться с роботом Ариесом Но основной акцент во всех этих боях, друзья мои будет отдан именно роботу Аиду На сборочке два Хала и огнемет Имбир Кто смотрел мои обзоры, когда только появился Аид на тест сервере, у него была способность еще в конце он лечил сам себя Модулей еще, конечно, никаких не было И, к сожалению, этой особенности нет Но, учитывая модуль, она практически сохранилась Если поставить активный модуль лечения Активируете 20 батареек и работает этот модуль Давайте посмотрим, что может сделать В таком бою два рандома Играют друг против друга Синяя-красная команда взводов здесь нет И сколько сможет При правильном, грамотном маневрировании Сколько сможет продержаться робота Аид На вот этой сборочке Самое главное Своевременно оперировать способностью Его энергощита Неуязвимого для всех типов урона Да, в течение ограниченного времени Не забываем И также Отстрел накопленного урона С помощью, правда, всего лишь одного Орудия, встроенного в корпус робота Здесь самое сложное, друзья Точно стрелять Да, потому что всего лишь Одно встроенное орудие Не совсем, что мне нравится Информативный выстрел Кинетически этого оружия И оно не пробивает И не игнорирует Энергощиты, друзья мои Это тоже нужно учитывать Ну и не забываем Своевременно, грамотно использовать Замечательную особенность огнемета Как инерцию Плазменной струи огнемета Напоминаю, огнемет Инерционное оружие Поэтому он мне так сильно нравится И не имеет аналогов В этой игре И прекрасно Также, если по краю препятствия Стрелять И робот противника Выставляет всего лишь Один орудийный слот Левый или правый Неважно То противник поражается На процентов 70-75 За препятствием Получает урон Учитывайте этот момент И используйте своих боев Уже достаточно неплохо Здесь длительное время Смог продержаться у меня Аид я постоянно Маневрирую Стараюсь использовать Все его способности На полную катушку И не забываем Что у него кинетическое Его встроенное оружие В корпус Стреляет до 500 метров Укрепился противник слева Я сразу принимаю решение Обойти И попробовать Проход с правой стороны С правого фланга Не надо лезть на рожон Друзья мои Здесь нужна Выдержка И спокойствие И работать Нужно роботом Именно С момента Как только Ваша спецспособность Перезарядилась И не забываем Сразу же Отходить Также в этом обзоре Друзья Вы увидите Как будет работать Модуль Бессмертия Я постараюсь Акцентировать Друзья Ваше внимание На эти моменты Когда будет Срабатывать Модуль Бессмертия Зажали С левой стороны Прошли Давайте теперь Поработаем Аресом Прекрасно Аид отработал На корабле В этом бою И продержался 4 минуты Что для любого робота Это достаточно много В принципе Можно было Еще осторожнее Сыграть И еще дольше Протянуть В этом бою Но я старался Больше Работать На выбивание Роботов Красной Вражеской Команды Сносим Энергощит И стараемся Все таки Накапливать Количество Урона Который Будет Отстреливать Спецспособность Стройного Вооружения Вареса Он намного Опаснее Все таки Является Имба Намного Круче И быстрее Чем Робот Аид Но У него Меньше ХП Тоже Нужно Учитывать Друзья И модулями Можно немножко Эту ситуацию Поправить Ошибся Нарвался На остаточную Очередь Арканов И понес Серьезные Повреждения Пхп Энерго щитом, можно прятать своих союзников, что тоже немаловажно в этой игре. Жестко закрепился противник, принимая решение пройти в тыл группы противника, отвлечь их от центрального маяка и уничтожить несколько боевых единиц. Надеюсь, за это время сейчас моя команда среагирует и перезахватит центральный маяк, пока я навожу полнейший кипиш в тылу врага. Я очень часто так делаю, очень люблю тыловые проходы и фланговые охваты групп противника. Это очень эффективно и советую вам, друзья, применять подобные тактические маневры и в боях в соло, и, соответственно, в боях кланов взводами. Не лезем на рожон, ожидаем перезарядку спецспособности, сразу же включаем и тут же атакуем инквизитора. Если уходит стелс противник, к сожалению, робот-орез высокий, нужно ближе подходить, чтобы можно было работать по корпусу робота, когда он находится в стелс-режиме. Модуль лечения, я считаю, преимущество. У меня здесь тоже очень большое дает. Ухожу я из моста, опасная ситуация, там противник появился. Две секунды, две секунды, друзья. Успеваю активировать способность и снова переношу огонь на инквизитора, который выпадает со стелс-режима и буквально одну очередь сразу его сливаем. Ну, немножко мне помог спектр фурианис. Кстати, старый игрок в игре, друзья. Неплохо здесь, я смотрю, еще бегает со мной Смерш-3-девятки. Молодцы, ребята. Смогли справиться с противником и практически всю команду красных, соответственно, уничтожить. Сейчас посмотрим на стату, друзья. Сколько в итоге у меня смогли здесь уничтожить за весь бой всего лишь два робота. Один наив и один нарез. И какой будет урон всего лишь от двух роботов. Причем, еще раз скажу, друзья, что были неосторожные моменты ошибки у меня и можно было сыграть еще спокойнее и еще внимательнее и осторожнее. Итак, конец боя. Полностью побеждаем в этом бою. Кончилась вся красная команда. И сколько нанесли у меня два робота за весь бой. По серебру отлично. Почти миллион серебра за полный бой. Причем в режиме превосходства являются довольно неплохим результатом. Ну и сам урон составил 2 миллиона 732 тысячи. 16 роботов. Противника это больше половины роботов вражеской команды. Вот на что способны реально два новейших робота. Аид и Арес. Давайте посмотрим от обороны сейчас игру, друзья мои. Как может Хадес на карте Рим отыграть от обороны по удержанию центрального маяка. Самое главное не мешкать и быстро реагировать на ситуацию, чтобы уйти за препятствия на перезарядку специальной способности. Напоминаю, что бустеры влияют очень сильно на перезарядку спецспособности и на скорость вашей боевой машины. Если у кого-то не хватает золота на бустеры, можно крутить ключи по 10 и золото тогда будет всегда стабильно обеспечено. Тоже минус достаточно высоко посаженные слоты не позволяют стрелять по маленьким роботам в стелс режиме. Это, конечно, большой минус и поэтому нужно сразу же отходить и ожидать выпадения со стелс режима робота-противника. Вот как раз инерция струи работает по противнику за препятствием. Спектр выставил правый слот и сгорел. 75% примерно урона проходит по выставленному слоту, друзья. Сразу-сразу же отходим на перезарядку. И вот сейчас будет момент, когда я вам продемонстрирую, как работает модуль бессмертия. Тяжелый модуль бессмертия это когда остается 30% хп и он активизируется. Вот он момент, когда сработал модуль бессмертия. По жертву роботам покажу насколько долго он с модулем смог простоять и уничтожить еще одного робота-противника. Ну давайте посмотрим еще интересный эпизод с Хадосом, Аидом и Аресом на карте Каньон. Прикрывая товарищей по команде с помощью энергощита и огнем на подавление полностью выбиваем противника в центре, не даем взять центральный маяк, гонка за маяками, игра с водами и здесь очень важно в самом начале удержать центральный маяк. Не буду я схватываться, бодаться с двумя спектрами над Тулумбасом, тем более скорее всего стоят модули урона, судя по тому, как они меня повредили. Я лучше отойду, наберу дистанцию и в более удобной для себя обстановке буду уже сражаться с этими спектрами. Не стоит связываться, спектры очень сильные остаются роботы. несмотря ни на что и особенно спектры над Тулумбасом вообще великолепно себя проявляют с модулями атаки. Удалось нам удержать центральный маяк и сейчас я последний рывочек совершу на роботе Аиде. Поработаем сейчас в гуще врага, стягиваем на себя, стараемся урон и даем своей команде развернуться соответственно выиграть время на поле боя. Замешкался спектр противника сразу же сжигаем буквально 4 секунды и планирую перенести огонь на медика, который бежит с вытращенными глазами слева. Думаю, что нужно обязательно его ликвидировать. В принципе все, полностью себя Аид здесь оправдал и можно выйти на аресе. Ну молодец Булгасари, быстро сориентировался, иначе бы я еще один такой заход осуществил перезарядив способность. Давайте посмотрим, как на большой карте сейчас у нас отработает арес. В этом плане, конечно, эффективность его потрясающая. Ни на секунду я не забывал про этого спектра, перенес огонь сразу же на него и он был добит. Что примечательно, казалось, не на меня прыгает спектр на вортексах, а тем не менее прыжок и заход был у него осуществлен именно на меня. Существенные повреждения нанесли вортексы. Хорошо, что я двигался в движении вортексы наименее урон наносит, чем когда вы будете стоять. Если вы будете стоять, вертикально придут сверху в корпус робота вортекса и нанесут максимальный урон. Если видите, что по вам отстрелили вортексами, двигайтесь влево или вправо, чтобы минимизировать урон, друзья мои, который понесет ваша боевая машина. Неплохо уже здесь продержался у меня арес. Я сейчас буду заходить на вражескую фуру и принимает как раз у меня немножко принял энергощит вражеского урона и сейчас полностью все отстреливаем по фуре противника и сливаем ее одним залпом. Был еще запас. То есть, если фура была даже свежая на модулях ХП, на модулях прочности, тем не менее, все равно я бы эту фуру слил. Потому что урон встроенное вооружение наносит просто огромный. Я со временем выясню точно какой урон в МК-2 без накопления наносит арес и покажу вам это в обзоре, сделаю, так скажем, тестовый полигод. Вот здесь мне было странно, что я не уничтожил спектра и сейчас он меня уничтожит. Видимо, вот 4 тарана с модулями урона тоже вещь страшная. Думаю, стоит сделать обзор на такую сборку. Думаю, будет интересно. Но я пробовал, на самом деле, друзья мои, ареса на таранах. Не очень эффективно. Наиболее эффективно он именно на двух коронах и на двух шредерах. даже на двух хала и на двух коронах мне не очень понравился. Здесь сейчас тоже в этом обзоре будет интересный момент, когда сработает модуль бессмертия как раз. Обращу ваше внимание, да, в конце на роботе Аиде в арочке меня будет атаковать вражеский арес и не сможет меня уничтожить именно благодаря этому модулю. На этом моменте, друзья мои, я с вами прощаюсь. Мы с вами увидимся в новых обзорах. До новых встреч. И вот этот момент как раз срабатывает модуль бессмертия именно сейчас и не может меня арес уничтожить. До новых встреч, друзья. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok